Сегодня мне нужна семга. Так вот, при выборе семги цвет абсолютно не важен, потому что цвет рыбы обуславливается средой обитания рыбы и, конечно же, чем ее кормят. Но всегда обратите внимание на прожилки. Прожилки должны быть белыми. И если они не белые, значит, в рыбу добавляют красители. Но, доверяясь своему любимому гастромаркету Калибри и условиям хранения этой рыбы, я хотела бы купить небольшой кусок рыбы. Андрей, подайте мне, пожалуйста, вот этот кусочек. Италия – родоначальница кулинарного искусства. Вкус итальянской кухни не сравнишь и тем более не спутаешь ни с каким другим. Несмотря на распространенное утверждение, что Италия – это родина пасты и пиццы, здесь можно попробовать еще много других блюд, перед которыми так трудно устоять. Во время моего последнего путешествия по Италии к моим гастрономическим предпочтениям добавилось еще одно блюдо. А сегодня я его приготовлю вместе с вами – семга с имбирем, лимоном и медом. Поехали! Ну что ж, у меня такой красивый кусочек семги. А мы все знаем, как полезна семга. Но мало кто знает, что Мадонна сидит на диете, питаясь практически только этой рыбой. А почему? Потому что в ней большое содержание мелатонина, что делает нашу кожу блестящей, настроение замечательным и волосы здоровыми. Поэтому это прекрасная рыба, если вы хотите сесть на диету. Но рыба семга может быть хороша и просто так, с оливковым маслом, с различными специями итальянскими. Но в Италии, я, кстати, зашла в один хороший ресторан, где мне сказали, что-то мы устали от типичной итальянской кухни и внесли к лимону, как они любят цедру, соевый соус и мед. Сейчас мы посмотрим, как это делается. Что же нам понадобится для маринада? Всего лишь цедра лимона, острый соус, соевый соус, оливковое масло и, конечно же, мед и имбирь. И все это богатство я купила в своем любимом гастромаркете Калибри, где всегда все можно найти. Сейчас я натираю имбирь. Нам примерно понадобится 1 столовая ложка имбиря. Смешиваю с 1 столовой ложкой лимонной цедры. И все это я сейчас, и всем этим я сейчас нежно помассирую нашу семку. Кстати, многие задаются вопросом, почему у семги такой цвет или у лосося. Иногда она бывает ярко-оранжевая, иногда она бывает просто практически светло-розовая, иногда желтая. Все зависит от того, в какой среде питается лосось и что он кушает. А если вы не знали, лосось кушает рачков, так же, как и розовый фламинго. И от этого у него вырабатывается пигмент. Сейчас мне нужно добавить немного черного перца. Обильно натираю черным перцем. Добавляю оливкового масла. Пока маринуется наша рыба, я сделаю глазурь. Глазурь делается очень просто. Две столовые ложки соевого соуса. Одна столовая ложка острого соуса сирача. И одна столовая ложка меда. Можно сделать соуса больше. Кто-то предпочитает, чтобы рыба в соусе плавала. Я люблю, чтобы была просто глазурь, потому что эту рыбу мы едим с салатом. Немножко соли. Я сейчас попробую на вкус. Остро. Отправляем рыбу в духовку буквально на 20 минут. Но через 10 минут нам нужно не забыть смазать рыбу вот этим прекрасным соусом. Если вы приготовили много соуса, вы не расстраивайтесь, потому что этот соус можно применить как заправка к салату из рукколы. Смотрите, что для этого мне нужно. Мне нужно сок лимона. В зависимости от объема, конечно. Здесь нам хватит и половины. Один зубчик чеснока. Труна терки. Достаточно. Лимонный сок. И буквально 2 ложки соуса. Перемешиваем. Пробуем. Ммм, супер классно. Шикарно. Приступая к салату, я хотела поделиться с вами замечательной новостью. Компания Грин Эко выпускает на сегодняшний день 19 видов салатов. И все это поливается артезианской водой. Где же это видано? Сегодня я буду использовать салат Фризе. Люблю салатик. Я так люблю этот салат. Он вкусный. Очень сочный. И красивый. Смешаю салат Фризе с рукколой. Такая красота у нас. Сейчас без салатов никто жить не может. И в нашей семье тоже. Салат есть даже ребенок. К зелени мы добавляем рубленые огурцы. По желанию. Можете больше, можете меньше. Все, мы порезали огурчики. Сейчас смешаем с нашей зеленью. Добавим кукурузку. Если есть возможность насыпать свежие кукурузы, тоже прекрасно. Так, не переборщить. Буквально чуть-чуть кукурузы. Добавляем кориандр. Опять же, тоже не переборщить с кориандром. Перемешиваем наш салат. Выглядит все очень аппетитно, вкусно. И заправляем нашей заправкой. Но я посоветую хозяйкам заправить немножко позже. Потому что, если мы заправим салат раньше времени и выставим его на стол, то получится каша. Поэтому я всегда заправляю салаты перед подачей. Отправляю листы в холодильник, закрыв влажным полотенцем. И, естественно, нашу заправку. Одна из самых красивых легенд о лососе выдумана итальянцами. И она гласит, что в самом сердце Италии находится колодец. А вокруг него 9 священных деревьев. А реки, созревающие на этих деревьях, падают в колодец. Там их съедает лосось и разносит по всему миру. Стоит поймать этого лосося и тут же обретешь всю мудрость мира. Сейчас я покрываю лосось глазурью. И отправляю в духовку ровно на 10 минут. Нужно приоткрыть рыбу и посмотреть, что же там внутри. А внутри у нас мясо уже розовенькое. Стоит отметить очень важную вещь, что рыбу нужно проверять с самой середины. Для того, чтобы понять готовность этой рыбы. Если мы ее пересушим, ее есть будет просто невозможно. Рыба должна быть сочной и розовой внутри. Некоторые даже предпочитают сырую. Ну что ж, отправляем рыбу совсем ненадолго. Буквально 5-8 минут, и наше блюдо готово. Не могу дождаться. Просто обожаю рыбу. Ну что ж, посмотрите на этот замечательный салат. Здесь и кинза, и салатные листья, и рукола, и мята, и огурцы, лимон. Мы видим перед собой своеобразный зеленый гарнир, подложка под нашу рыбу. Мы все-таки за здоровое питание. И хотим убрать тяжелую пищу сегодня с нашего меню. Наша рыба готова. Буквально 20-25 минут. Главное, не пересушить. Я надеюсь, что получилось все хорошо. Ой! Вот и наша рыбка с пылу, с жару. Ну что ж, не забыть полить вот этим вкусным соусом. Здесь и лимонный сок, и соус ширача, и соевый соус. Здесь все. Немножко чесночка мы поливаем. Я аккуратно хочу полить, чтобы не перелить и на рыбу не налить наш салат. Потом в конце мы его перемешаем. Ну и сверху с соусом рыбным. Красиво, вкусно и сочно. Для тех, кто любит перца. Еще чуть черного перца. И вперед. Вкусняшка! Семга с имбирем и медом. Для маринада рыбы необходимо натереть 2 чайные ложки лимонной цедры, смешать с тертым имбирем. Этой смесью натереть филе со всех сторон. Поперчить свежемолотым черным перцем. Также добавить несколько ложек оливкового масла. Поместить семгу на противень. Присолить. На функции гриль при температуре 180 градусов запекать минут 10, после чего нанести глазурь. Для глазури в небольшой емкости смешайте соевый соус, мед и острый соус. Отправьте в духовку еще минут на 10. Подавать салатом из свежей зелени и огурца. Приятного аппетита! Сколько разных блюд можно приготовить из семги? Изысканный и восхитительный вкус не оставит равнодушных даже самого привередливого гурмана. Самое главное помнить, что много рыбы быть не может. Поэтому готовьте, пробуйте и открывайте новые вкусы. А я всегда рада встрече с вами на телеканале Магия Кухни. Субтитры подогнал «Симон»!